Неделя в Казахстане началась с неожиданных кадровых перестановок и новых рабочих мест для некоторых политических служащих высокого ранга. Сразу в четырех ключевых государственных органах сменились первые руководители. Об этом стало известно во время заседания Сената парламента, главным участником которого стал президент страны. А основной темой повестки дня – качественная и своевременная реформа судебной и правоохранительной системы страны. В этом году я в первый раз посетил Сенат. Недавно мы провели выборы сенаторов. Депутаты представляют разные регионы Казахстана. Я желаю вам удачи в работе. Недавно вы приняли закон, направленный на модернизацию правоохранительной системы. Я подписал этот закон. В связи с этим нужно переназначить руководителей в сфере правоохранительной системы. Об этом мы говорим уже давно. В разных сферах сейчас происходят реформы. Были некоторые недочеты в правоохранительных структурах, и мы решили произвести кадровые изменения. Но прежде выступая перед сенаторами, Нурсултан Назарбаев поблагодарил за работу Игоря Рогова, который в течение 13 лет возглавлял Конституционный совет – государственный орган, обеспечивающий верховенство основного закона страны. Свои 67 лет Игорь Рогов отправляется на заслуженный отдых, а ему на смену приходит новый председатель. Поблагодарим Игоря Ивановича за хорошую, долгую работу, честную, добросовестную, и пожелаем ему всего самого доброго на заслуженном отдыхе. В связи с этим председателем Конституционного совета рекомендуется маме Кайрат Абдурзаховичу. Я его назначил уже. С его согласия доброго. Производя это назначение, глава государства поблагодарил нового председателя Конституционного совета за вклад в становление судебной системы Казахстана. Напомню, Кайрат Мами возглавлял Верховный суд страны с 2013 года. До этого в разные годы работал генеральным прокурором, спикером Сената, заместителем руководителя администрации президента и вице-министром юстиции. В свою очередь хочу поблагодарить Кайрат Абдурзаху Сумами, внесущего существенный вклад в становление и развитие не только судебной системы, он и возглавлял Сенат, как вы знаете. Работал в аппарате президента до этого, и два срока там, и целый срок здесь уже отработал. Высшим органом судебной власти нигде себя не скроментировал, показал себя честным, добросовестным, знающим работником, пользовался уважением. Скажем ему большое спасибо. На место председателя Верховного суда глава государства порекомендовал Жакипа Асанова, который прежде занимал должность генерального прокурора Казахстана. Он известный, выборы не случайные. Сейчас мы вступаем в следующий этап нашей судебно-правоохранительной системы. Идет коренная модернизация, связанная с приятием нового закона, который я подписал, я уже сказал. Поэтому новому руководителю судебных органов предстоит обеспечить эффективную и быструю имплементацию этого договора в жизни. В результате казахстанское правосудие должно стать более прогрессивным, справедливым, обращенным на дальнейшее соблюдение прав и свобод наших граждан. Жакип Асанов на посту генерального прокурора проработал больше полутора лет. Свою карьеру начинал со старшего помощника прокурора Казаларды. С 2007 по 2012 годы представлял интересы избирателей, являясь депутатом Нижней палаты парламента. Откуда я отправился сначала на должность заместителя генпрокурора, чтобы спустя три с половиной года возглавить главный надзорный орган страны. Прежде же, Жакип Асанов работал вице-министром юстиции, прокурором Павлодарской области, а также первым заместителем прокурора Алматы. И вот теперь Верховный суд Республики Казахстан. В связи с этим на должность генерального прокурора я решил назначить Хажамжарова Харата Пернашула. Вы его знаете, председатель агентства. Многие годы работает и вопросы, касающие особенной борьбы с коррупцией, проводилось очень активно, со знанием дела, и он хорошую работу провел. У него есть опыт работы прокурорской, он был акимом области, он работал в аппарате, он работал в Совете безопасности возглавлял, кругозор для этого есть и хватает. До этого Кужамжаров занимал должность председателя агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Опыт работы в правоохранительных органах достаточно внушительный. Трудовую деятельность начинал с работы в прокуратуре Жамбылской области. Трудился на таможне и финансовой полиции. В разные годы работал председатель Национального бюро по противодействию коррупции, секретарем Совета безопасности Казахстана и акимом при столичной Акмолинской области. Депутаты к кандидатуру Кайрата Кужамжарова поддержали, Ну а на освободившуюся должность главы агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции глава государства предложил назначить заместителя Кайрата Кужамжарова Алика Шпекбаева. Он тоже имеет большой профессиональный опыт, как в МВД нашей страны, на других ключевых постах правоохранительной системы. И сегодня подписанный мной закон, принятый вами, на модернизацию процессуальных основ правоохранительной системы, будет усилением, как я сказал, защиты прав и свобод человека. И работа агентства по выполнению закона о государственной службе и 100 шагов к модернизации имеет большое значение. Он этот опыт имеет. Работал заместителем там, продолжает сейчас, я думаю, подходящий. В разные годы Алик Шпекбаев возглавлял департамент внутренних дел ряда регионов страны. Занимал пост вице-министра внутренних дел и заместителя председателя Национального бюро по противодействию коррупции. Ну а после того, как все предложенные президентом кандидатуры были одобрены депутатами Сената парламента, Жакип Асанов и Кайрат Кужамжаров дали клятву на Конституции Республики. Уважаемый Нурсултан Абишевич, Касым Жомард Кемелевич, дорогие депутаты, клянусь свои обязательства выполнять честно, судебное председательство исполнять согласно законодательству и Конституции Республики Казахстан. Как судья быть честным и объективным. В торжественной обстановке принимаю присягу. Глубоко уважаемый глава государства, это для меня большая ответственность и доверие. Я постараюсь оправдать все ваши надежды. Всех вновь назначенных объединяет большой опыт работы на государственной службе. Равно как и продуктивная деятельность в сфере борьбы с коррупцией. За годы своей работы каждый из назначенных на этой неделе руководителей не раз доказывал эффективность и профессионализм, решая актуальные задачи, стоящие перед государством. В завершении глава государства еще раз акцентировал внимание на проведение качественных и своевременных реформ в судебной и правоохранительной системе Республики. И акцентировал внимание на важности совершенствования как законодательства, так и кадров. Я благодарю, что вы поддержали мои предложения. Такие вопросы решаются непросто. Очень важные участки нашей деятельности. Правоохранительная система, честно надо признать, отстает. Постоянно совершенствуем. Принимаем законы, вносим изменения в Конституции. И все равно, особенно отставание кадров, нарекания. Все же, чтобы народ пошел решать все свои проблемы в справедливый суд и получил там ответы на все свои вопросы, очень важно, над этим надо работать. Дать свободу бизнесменам заниматься своим делом, совершенствовать законодательство и делать так, чтобы вопросы решались необязательно путем очень строгих мер. Наоборот, гуманизация в вопросах правоохранительной системы на всех степенях – это очень важно. Мы приближаемся к международному. Если мы говорим о правовом государстве, то правоохранительные органы в этом деле играют главенствующую роль. Думаю, что все это пойдет на благо нашего народа. Народ должен доверять судебной и правоохранительной системам, а поэтому их совершенствование – первостепенная задача государства. Ведь от этого напрямую зависит качество жизни и благосостояние каждого жителя суверенного Казахстана. На Зымгульку мы спаемы при поддержке телерадиокомплекса президента ЖТК. Впрочем, этим кадровые перестановки в высших эшелонах власти не ограничились, затронув не только правоохранительный блок государственного аппарата. В минувшую пятницу своим указом Нурсултан Назарбаев освободил от должности заместителя премьер-министра, министра сельского хозяйства Казахстана Оскара Мырзахметова. Отныне отвечать за реализацию программ реформирования отечественного аграрного сектора, на который возлагаются очень серьезные ожидания экономического роста, будет Умерзак Шукеев. Напомню, прежде он занимал должность председателя правления фонда Самрук Казына. Ну а в минувшую среду глава нашего государства провел встречу с Серегпаем Кажи Оразом. Лично поздравив нового верховного муфтия Казахстана с недавним избранием на этот пост, Нурсултан Назарбаев заострил внимание на вопросах взаимодействия государственной и религиозной сфер жизни общества, на необходимости подготовки имамов, работе с верующими, меценатстве и религиозном образовании. Благодаря независимости мы получили возможность возродить наши традиции и исповедовать религию наших предков. Со стороны государства сделано все, чтобы обеспечить каждому гражданину свободу вероисповедания. Поскольку казахи – мусульмане, для нас ислам имеет особое значение. Мы видим ситуацию в Сирии. Мы знаем про Тегил. Есть наши граждане, которые поехали воевать в Сирию. Нам нужно привлекать квалифицированных имамов, знающих Коран и хадисы для разъяснения положений традиционного ханафистского масхаба и его отличий от деструктивных течений. Тогда наши граждане смогут спокойно ходить в мечети, читать молитвы. Что для этого нужно? Нужна стабильность. Государство должно быть крепким. В стране должен быть порядок. Поэтому мы создали Министерство по делам религий и гражданского общества. Нам нужна единая политика. Мы видим ситуацию в других странах. Даже в Саудовской Аравии, которая считается центром ислама, министерством регулируются религиозные вопросы. Высокоуважаемый глава государства, спасибо, что вы не оставили без внимания мою просьбу и приняли меня сегодня. Перед нами стоят большие задачи. Это возрождение нашей исторически сложившейся казахской религиозной школы. Ислам – это религия, которая уважает другие конфессии и призывает к добру. Мы должны подальше держаться от деструктивных взглядов. Есть определенные цели. Нам нужно больше грамотных имамов. Это нельзя сделать за один день. Поэтому надо обращать внимание на образование. Нужны определенные конкретные действия по проведению индивидуальной разъяснительной работы с последователями радикальных религиозных течений. Если вы грамотные люди, люди, которые хорошо знают Коран, не будете проводить разъяснительную работу, откуда молодые люди могут знать об этом. Поэтому мы хотим внести поправки и изменения в проект закона о религиозной деятельности. Они должны соответствовать современным требованиям. Не должно быть давления на религию. Необходимо принять это, учитывая мнение всех мусульман. Тем временем в канцелярию Аккордына имя Нурсултана Назарбаева поступил ряд телеграм-поздравления с Днем Независимости Республики Казахстан. Одним из первых главу нашего государства поздравил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш. В этот особый для вас день я рассчитываю на активное участие и содействие вашей страны в укреплении Организации Объединенных Наций и продвижении наших общих усилий по обеспечению мира, развития и прав человека. Написал генсек ООН в поздравительной телеграмме на имя главы нашего государства. Поздравительную телеграмму по случаю Дня Независимости Казахстана Нурсултану Назарбаеву направил и президент России. Владимир Путин отметил успехи, достигнутые Казахстаном в экономической, социальной и научно-технической областях, высокий авторитет нашей страны на мировой арене и ее весомый вклад в решение актуальных международных проблем, в том числе в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также в рамках астанинского процесса. От имени правительства Соединенных Штатов Америки народ Казахстана с Днем Независимости поздравил и Государственный департамент США. Сегодня Соединенные Штаты Америки и Казахстан являются близкими партнерами, которые вместе работают над расширением общего экономического, энергетического, научного и технологического сотрудничества, а также над укреплением региональной безопасности и стабильности. Наше сотрудничество по глобальным вопросам углубилось вступлением Казахстана в состав Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Также мы поздравляем Казахстан с успешным проведением Астана-Экспо-2017, что продемонстрировало приверженность Казахстана развитию энергоресурсов по всему миру. Мы надеемся на дальнейшее укрепление нашего партнерства в ближайшие годы и поздравляем народ Казахстана с наилучшими пожеланиями в этот особый день. Говорится в тексте поздравления с Днем Независимости от Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Письма с наилучшими пожеланиями также поступили от президента Германии, генерал-губернатора Канады, президента Кыргызской республики, императора Японии, президентов Сингапура, Австрии, Мексики, короля Нидерландов, председателя Госсовета и Совета министров Кубы. Ну а накануне главного праздника страны в Астане был презентован объемный труд Нурсултана Назарбаева, книга под названием «Эра независимости». Ее уже нарекли энциклопедией суверенного пути развития республики предложили перевести на официальные языки Организации Объединенных Наций и включить в отечественную образовательную программу. 500 страниц эры независимости дают исчерпывающие ответы на многие вопросы, которые до сих пор представляли собой белые пятна новейшей истории не только Казахстана, но и глобального развития мировой цивилизации. В этом убедилась моя коллега Зарина Ахмеджанова от корки до корки, прочитав фундаментальный труд главы государства.